приветствую зрители канала подписчики просто любитель пневматики завтрашнее видео воскресное меня под вопросом уж интернет провайдер опять какую-то ерунду мутит с мобильного интернета возможно не получится загрузить почему-то у меня последнее время не получается загружать видео с мобильного интернета поэтому сегодня попробую сделать влоговое видео один день самоизоляции так сказать по прошлому видео по стрельбе в городе почитав комментарии там такого типа зачем кота застрелил мне допустим местные мои сказали петь покажи у тебя есть кошка вот моя кошка зовут редиска почему редиска потому что пули были такие на столе когда она у меня прибилось гаражу я ее с экспериментальной целью сюда засунул чтобы избавиться от мышей блин все в шерсти теперь вы мышей у меня не стало но вместо мышек у меня теперь кошки кошка уже месяц как с котятами но как у мусульман допустим принято у казахов у тех же детей не показывать в течение месяца поэтому их нигде не показывал не светил только для своих но сегодня покажу вам сегодня типичный типовой день у меня чуть-чуть более полегче стало с заказами плюс по токарке есть возможность заняться там тоже обещал местным такие вялотекущие заказы поэтому что я сегодня буду делать первый момент это подготовить в черновой ствол для дальнейшего подстволения то есть задача сегодня выставить его по индикатору в зависимости от того сколько на это уйдет времени у меня достаточно долго обычно уходит минут 30-40 а то и больше то есть с минимальными биениями мне резьбу там нужно будет сделать очень точно я буду ставить его на егеря кспзшного но использовать для этого втулку латунную от роковского егеря втулка достаточно технологичная и сложная деталь посмотрев на нее я понял что ее не сделаю и пришлось ее заказать вот она вчера пришла сегодня мне нужно подготовить ствол под эту втулку там есть несколько перепадов по диаметрам я скопирую с образца у меня есть образец в калибре 635 и уже по месту сделаем по стволу вот он чуть длиннее чем штатный егеревский ствол все получилось вот резьба вот эти все конусы пульный вход я еще не делал но втулочка уже сюда накручивается до упора без проблем то есть мне нужно дальше ее проточить по диаметру чтобы коробку она заходила но это уже не сегодня после того как я закончу стокаркой я сделаю уборку процесс такой достаточно небыстрый и мною не любимый но мне нужно будет и в чистой грязной зоне убраться полностью вывести весь мусор который от упаковки остался все то что осталось вот автомобиля грязь вся когда я загонял этом все стекало там высыхало все брать эту грязь про пылесосить помыть полы убрать верстаки все лишние инструменты все по баночкам разложить лишние баночки выкинуть но в общем такой процесс покажу в деталях и 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 мать принесла рыбы начинает прикармливать детей я не знаю откуда она ее притащила первые прикормы следующий момент мне нужно обслужить мои винтовки личные как минимум три из них почистить чего я давно уже не делал надо признаться и 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 все можно использовать на все вот такие вот насадки 1 а диана и рвс которые не она 3 винтовках они стоят на 4 только нет здесь посмотрим вот и здесь тоже можно интересно про эту винтовку вам узнать что-нибудь напишите в комментариях она уже готова практически здесь была одна проблема очень большая течь из-под манометра замучился с этой фигней нашел временное решение но она пока работает посмотрим насколько долго будет работать а так да все готово сейчас третью винтовку достанем ну и вот 3 винтовка с таким же посадочным пожалуйста для чего это сделано для того чтобы не пугать соседей так как без тренировок очень туго да вот мой арсеналец причем бэра винтовки у меня лучше стреляют в таких ложейках они в бэровских бэровская уехала на другую винтовку наверно тоже надо показать ну вот такой вот мой арсеналец сегодня на всех винтовках буду чистить стволы на этой винтовке будем экспериментировать с боеприпасом опять хв-шка лв-шку надо просто прогулять эту винтовку сегодня мы не будем с ней ничего делать и с этой тоже постреляем хочу с отсекателем поиграться убрать его поставить и посмотреть влияет не влияет там кто-то спрашивал какие у тебя сейчас прицелы стоят на четырех винтовках на этой винтовке мой 8 на 34 атлон здесь люпаль 45 на 45 здесь атлон 10 40 56 это новый прицел на него скоро будет обзор очень редкий я не думаю что у кого-то они еще есть не видел чтобы они были свободной продажи не видел у кого они есть мне его привезли под заказ я очень долго ждал и попал он в такую череду финансовых трудностей что я думал что я не смогу его выкупить как раз все так набежала в один момент но в то же время получилось так что все это дело мы раскидали vortex razor сколько он по четыре с половиной 27 минимальную кратность никогда не укручивал до четыре с половиной 27 это мой основной тактический прицел эта винтовка настроена на хэвики и также редизайнами с нее стреляю это это 5 и 5 калибр эта винтовка редизайн 5 и 5 для открытого класса это хэвэшка четыре с половиной это и лвэшка четыре с половиной вот так вот они у меня сегодня выглядят но они могут менять свой облик постоянно одну винтовку я почистил уже сейчас чищу вторую чищу точно так же как и в калибре 5 и 5 единственная использую здесь толстую леску потому что обычную рыболовную леску леска триммера потому что сюда и не помещается диск ватный разрезаю не на две на четыре части иначе вы его сюда не засунете вот смочил баллистолом пошел наш батчик до свинцовка ну и дальше вот эти три кусочка которые остаются их просто протягиваю они идут по полегче чем калибре 5 и 5 из такого усилия дикого прилагать не нужно чтобы они счищали свинцовку надо вот широкой стороной сюда когда они лучше складывается вот потуже пошел улетел здесь ствол у меня чищен его недавно чистил но тем не менее чистка происходит не часто и вот сегодня такой день когда можно все это сделать окно и последний патч все свинцовки нету вот обычная леска рыболовная толстая не знаю какой там номер скелетное вытяжение делаем и на работе взял ухты у меня расслаблена щека здесь потом мне нужно подготовить контрольному отстрелу одну из клиентских винтовок и сегодня я еще планирую съездить на стрельбище пострелять и начать съемку обзора так готовим контрольному отстрелу я егеря скелетном в ложе у нас кастомный нестандартный но я уже с нее стрелял уже знаю как она работает сейчас мне нужно сделать контрольный отстрел так как сегодня у нас ветерок то придется брать контрольный образец и сравнивать их у меня нет просто от стрелочной мишени которую я кладу в паспорт мне нужно ее получить это я буду делать сегодня если не получится судя по тому как гудит ветер то еще завтра у меня есть день и потом она у меня поедет в крым вот такой интересный экземпляр и на него сделаю обзор но он выйдет потом мы сегодня и не завтра такой это у нас дигирек контрольный отстрел я уже предварительно это винтовку отстреливал сейчас мне нужно группу в паспорт я постреляю несколько групп и потом выберу кондицию которую буду отрабатывать и сделаю одну контрольную группу и еще с вам покажу это второе уже отстрел так ну сынули заодно пострелять то дома сидит уже пух прям туда же стреляй по пять раз еще четыре стреляй стреляй стреляй-конне м16 джоулит там две мишени До конца, до конца взводи И взвод более тугой Ну что, тренируйся Другую пулю Это не надо И в банку-то зачем положил На 50 метров теперь стреляет Раньше не стрелял на 50, только на 25 Неудобно здесь заряжать Надо моноблок этот менять Ну вот и закончился наш день В принципе, заодно он я снял Сейчас с Егора Складного, когда-то выйдет обзор на него Не знаю когда Посмотрим Пишите в комментариях В принципе, все на этом Ветер, конечно, не совсем дал Пострелять Но я завтра еще сюда приеду По прогнозу посмотрел Вроде ветер чуть поменьше должен быть Спасибо за просмотр Ставим лайки Подписываемся на канал Пишем комментарии Надеюсь, завтра по расписанию выйдет Видео, которое Давно я уже планировал Пока Субтитры сделал DimaTorzok